Весной вместе со снегом тает асфальт. Каждый год мы наблюдаем одну и ту же картину. Вместо снежного покрова и колеи на дорогах появляются ямы, а местами даже огромные дыры. Ездить по таким дорогам становится опасно. Водителям нужно быть особенно осторожными. Сейчас ехали на машине и было не комфортно. Постоянно туда-то проваливались. Я считаю, что это нормальные дороги, но можно было и почище. Возле плазы всегда плохо в любое время года. Плохо, если только летом. А весна, осень, там всегда плохо. Еще что сказать. Ну и вот проезжая часть Музрукова. Там вот накаты эти, все прочее, все это остается. Но это надо ждать, когда остается. Но, в общем-то, где-то есть, работают. Очень много ям советской. Очень больно много. Ну так, в этом году очень плохо убирали снег. Это заметно сразу же. Как считаете, по ощущениям, где в Сарове самая лучшая дорога? Симашка. Частичный ямочный ремонт дорог в Сарове начали еще в феврале, но все усилия испортили начавшиеся снегопады. К работам в большом объеме приступили с 4 марта. У нас есть самоходная машина, которая прицепляется за трактор МТЗ. Мы его называем рециклером. Он вмещает примерно где-то тонны 200. Мы замешиваем. Работаем весь смен. Тонна 200. Первая смена, тонна 200, вторая смена. Этой тонны 200 хватает на 10-12 квадратных метров дорожного полотна. Эта смесь для временного ремонта делается из старого сбитого асфальта крупной фракции. Его смешивают с битумом, варят и заливают в яму. Это временные меры. Хватает такого ремонта ненадолго. Самые проблемные участки, по признанию сотрудников ДЭП, второстепенные дороги, которые давно не ремонтировались. Например, Павлика Морозовая и Садовая. Ситуацию на последнее осложняют еще и лужи, которые скрывают большие ямы. Ремонтировать их пока не получается. Там нет водоотведения, нет. Ревнивых эквилизаций, нет. Ты не знаешь, куда ее отвезти? Нужно поднимать этот участок дороги, а делать эквилизацию. Единственная на сегодняшний день дорога, к которой у жителей города нет никаких претензий, это Симашка. И дело не в том, что она новая. Например, Харитон еще пока тоже на гарантии, но ямы есть и там. Секрет Симашка прост. На этом участке применяли асфальт с нового асфальтного завода, открытого в 2019 году за третьим КПП. Асфальт для улицы Симашка там делали на основе щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой состав применяют в основном на трассах федерального назначения. В нашем городе это первая дорога с износа стойким покрытием. То есть работаем только по ГОСТу, чтобы наш асфальт был прочным, надежным. Если что-то не так, то сразу же вносятся корректировки на сам завод. После запуска производства мы формуем вот такие образцы из асфальта и проверяем их на прочность, на водонасыщение. Ну то есть все, с чем может столкнуться асфальт в реальных условиях. Остается надеяться, что и остальные дороги нашего города начнут ремонтировать с помощью асфальта, который не будет утекать вместе с талым снегом. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.